здравствуйте это уже второе видео по оптимизации как много в этом слове оптимизация да смотрите есть такая штука как оптимизация теней то есть если у вас открытый мир и необходимо куча штук стоит вот допустим у меня здесь ленинская застройка и от каждой мелкой ерунды появляется вот такая тень тем более у нас солнце представьте да что солнце у нас меняет положение вы сделали допустим с дня на ночь и так далее тень у вас поворачивается давайте сделаем такое то есть мы меняем тень поворачивается и представьте что это все вот должно просчитывать как бы если мы находимся вот здесь нам эта тень нафиг не нужна потому что это слишком далеко большую часть мы не видим представьте здесь будет стоять дом и за домом где-то какая-то тень закрывает какие-то машины и там я не знаю еще что-то все это просчитывается опять затрата ресурсов компьютера просто неимоверно так чтобы это немножко поправить хотя бы немножко смотрите берем выделяем солнце спускаемся вниз есть такая штука как distance и вот shadow до каскад shadow maps ну давайте начнем с каскад видите здесь у нас активный динамик shadow distance стационарте white данном случае это такая штука которая нам дает при дистанции определенные давайте выставим 1000 сделан 1000 сделаем близко видите тень размывается от нашей ленинской застройки то есть при приближении к 1000 вот она мы приблизились и у нас здесь все нормально смотрите здесь у нас размыто после вот так ближе встать размыто размыто более четко это одно то есть у нас на солнце стоит стационарите но как бы мы же солнце делаем изменения да то есть он она у нас поворачивается так далее знать что стационарите у нас не зачастую так точнее зачастую неверное значение мы должны сделать его мобильным и у нас размытие особо особо сильно не работает в данном виде потому что там включилась другая ерунда ну как бы она тоже работает с небольшими да тут параметрами но в данном случае нам необходимо сделать вот здесь мы вы и бывает выставляем допустим значение давайте также 1000 выставим эти тени вообще пропали с учетом того что эти мыши очень далеко от нас находится нам не нужно просчитывать тени за ними вот зачем нам просчитывать тень если мы находимся вот здесь как говорится полтора километра до них мы не видим что у них под ними когда мы подходим ближе тень появляется но 1000 это слишком мало давайте выставим 2000 вот так но хотя бы просто примерно чтобы вы видели более четкость картины то есть 2000 до данной статуи она просчитала тень мы подходим 2 3 и так далее то есть она просчитывает каждый вектор в данном случае это вектор отдельно себя рендерит скажем так это при учете то что у нас земля плоская и так далее да то есть если у нас были бы какие-то холмы и так далее нам тем более надо было бы включить данное данный параметр давайте выставим в районе 5000 и посмотрим вот 5000 представим что человек ну да но 5000 можно и не заметить особо сильно давайте выкидем сюда персонажа включен запустим вот представьте что вы играть от первого лица вы тем более ничего не увидеть а третьего да можно еще как-то заметить появление тени вот она сейчас только появилась вторая и вот третье но с учетом того что у нас солнце вот как-то находится не очень как говорится приятно возможно мы это заметим быстрее давайте повернем его как-нибудь вот так и запустим ну с другой стороны мы вот сейчас тоже особо не увидели разницы как минимум я пока не навелся не знаю что я там изменяю появление тени и так далее вот второй второе видео на котором я показываю как делать тень при условии что у вас какой-нибудь открытый мир на этом друзья все пишите в комментариях что интересно посмотреть на этом все пока пока